Медицинский университет распахнул свои двери для ученых и специалистов стоматологии. Здесь прошла международная конференция, посвященная 30-летнему юбилею трех кафедр хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. В 1993 году они были реорганизованы из одной кафедры стоматологии. И вот сегодня небольшой юбилей. Мы стали готовиться к нему практически год назад. Нужно сказать, что в постковидный период такое значимое, такое представительное мероприятие, оно впервые. Я даже бы сказала так, что корифеи стоматологии мне говорят о том, что в принципе вообще столь значимый состав докладчиков в Барнауле впервые. За всю историю. Это ведущие ученые стоматологического сообщества России и ближнего зарубежья. География широка. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск, Махачкала, Бишкек, Минск. Конференцию посвятили профессору Владимиру Семенникову. Он стоял у истоков создания стоматологического факультета. Он был прирожденный ученый, прирожденный педагог. Он не мыслил свою жизнь без университета. Он придумывал различные методы лечения стоматологических заболеваний, что подтверждено 39 патентами, авторскими свидетельствами на изобретение именно новых методов лечения стоматологических заболеваний. В дань памяти о профессоре написали книгу. Стоматология за 30 лет шагнула далеко вперед. А основной темой конференции стала сиалология – учение о заболеваниях слюнных желез. Практически все здоровье полости рта, оно зависит от качества слюны, от его количества. Поэтому этот орган, он объединяет все вели стоматологии как таковой. Если можно так сказать образно, он создает экологию полости рта. От нее зависит от состояния эмали живого и так далее. Мы стараемся эти уникальные знания, которые мы накапливаем, аккумулируем, собираем врачей разных специальностей для того, чтобы их решать. Этот опыт передавать в регионы. Опытных специалистов в данной области мало. Заболевания слюнных желез чаще всего хронические, а причины имеют врожденные предпосылки. В постковидные времена это особенно актуально. Вообще ковид, он развивается в малых слюнных железах. То есть изначально стоматолог это тот человек, который контактирует с очагом инфекции и очагом развития ее. Поэтому все, что находится в полости рта, безусловно страдает. И восстанавливается или нет, мы изучали на своих студентах, на волонтерах. Молодежь очень быстро восстанавливается. И тем не менее есть выделенные последствия. Более зрелое поколение до сих пор испытывает определенные нарушения и трудности функций слюнных желез, подчеркивает эксперт. Однако такие конференции позволяют специалистам Алтайского края получить бесценные знания и опыт. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.